Говорят, что длинный путь начинается с маленького шага, и, решив это, Руслан Гайдаров также решил посвятить, ну, если не всю жизнь, то часть своей жизни, скажем так, улучшение экологической ситуации в нашей стране. Эко-волонтер Руслан Гайдаров, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Руслан, вот с чего начался ваш путь все-таки, если отбросить патетику, эпитеты, отбросить, скажем так, всевозможные наши додумки, и если перейти к вашей жизни, вот в какой момент вы поняли, что надо что-то менять? Нужно вот начать с себя, и вот что-то нужно прилагать для того, чтобы сохранить нашу планету для наших потомков? Ну, во время учебы в школе, наверное, мы все участвовали в каких-то там субботниках, мероприятиях, и тогда, наверное, пришла идея посвятить себя экологии и другим волонтерским занятиям. Вы сколько этим занимаетесь, если не секрет? Ну, наверное, лет 10 занимаюсь. Вы занимаетесь этим в свободное от работы время? Да, в свободное от работы время. То есть это можно еще назвать и вашим хобби? Это хобби, да. Хорошо, чем конкретно вы занимаетесь? Мы знаем, что в преддверии Дня независимости в прошлом году вы организовали экологический квест, в рамках которого бешкетчане не только принимали участие, скажем так, в очистке нашей столицы от лишних ненужных вещей, которые портят не только визуально, но и фактически состояние нашего города. Также, если я не ошибаюсь, вы занимаетесь образовательной составляющей, которая поднимает экологическое самосознание граждан. Можно вы здесь поподробнее, что это? Курсы, тренинги, семинары, какие-то мастер-классы, какие-то вебинары, возможно? Это вот то, что вы назвали, это в принципе все включает в себя. И это и курсы, и открытые какие-то публичные выступления, тренинги, семинары. Также мы проводили и ведем прямые эфиры на нашей странице в Фейсбуке, чтобы больше людей приобщались и смотрели, которые не смогли посетить наши занятия. Как часто проходит ваша страница? У нас в 2018 году прошло около свыше 30 различных тренингов, семинаров в месяц примерно 2-4 раза, в зависимости от загруженности самих же тренеров. И в летом мы проводили очень часто, каждую неделю по два занятия. Осенью, так как началась учеба у различных школьников, студентов, и многие с работой не получались приходить. Мы организовывали раз в неделю, два раза в месяц. Я так понимаю, свободное время, когда люди могли прийти и поучаствовать. Кто прямые бенефициары, кто получатель этой информации? Получатели информации в принципе все, от школьника до пенсионера. Но у вас есть наверняка какая-то определенная статистика по посещанию. Определенная статистика, да, у нас есть. Это студенты в основном первых-вторых курсов и 11 класс очень активно приобщаются к нашим мероприятиям. Я так понимаю, что молодое поколение, которое вот только-только собирается, либо уже вступило во взрослую сознательную жизнь, можно ли говорить о том, что, скажем, это так или иначе повлияет на их самосознание? Потому что одно дело, когда идут просто разговоры о том, что нужно что-то делать, нужно сохранить природу, нужно сохранить, допустим, экологическое многообразие. И совсем другое дело принимать, во-первых, получать какие-то знания, которые можно применить на практике, и во-вторых, все эти знания применять. Да, конечно, и мы уже как бы это видим, то, что кто посетил наши тренинги, они уже в следующий раз приводят своих друзей, знакомых, которые также активно участвуют в наших тренингах. И что очень радует, то, что наши эко-волонтеры также принимают в качестве тим-лидеров в различных субботниках, фестивалях, мероприятиях, поддерживают как технической поддержкой, так и физическим трудом. Ну вот, кстати, об этом мы говорили, затронули до этого тему экологический квест. Давайте немного поподробнее расскажите вообще, что это. Может, ходят по различным точкам, собирают мусор, либо как-то пропагандируют это, и как часто это проходит? В 2018 году мы провели всего лишь один квест. В этом году мы планируем провести чуть побольше квестов. Все зависит как бы от спонсорской поддержки. И мы выезжали на флагшток, к Дню независимости Кыргызстана, сделали три точки, разделились на команды, где-то примерно около 10 человек в каждой команде. И плюс дополнительно, кто участвовал в различных командах, мог присоединиться. Сколько собрали мусора? Причем, скажите, это на камеру, чтобы стыдно стало тем, кто ездит на флагшток и что-то после себя нехорошее оставляет? Мы собрали более полтонны мусора. Мы собирали этот мусор раздельным сбором. За каждый раздельный сбор мусора команды получали у нас баллы. Если это стекло, там один балл, если это пластик, вторые баллы. И другие бытовые отходы, которые не перерабатываются. После этого сбора мы отправили этот мусор на переработку, который в дальнейшем переработался. Полтонны? Полтонны. За сколько? За какой период времени? Примерно с утра до обеда. С утра до обеда? Четыре часа где-то. Сколько у вас было человек? У нас было свыше 50 человек. Свыше 50. Я так понимаю, что если увеличить бы, допустим, штат в четыре раза и времени побольше, то мусора, соответственно, было бы собрано еще больше. Да, мусор было бы собрано еще больше. А сейчас связано то, что вы проводили всего лишь один раз в год. То есть в прошлом году это было один раз, а в этом году сколько вы планируете раз и почему так мало? В этом году мы планируем провести хотя бы четыре раза. Все зависит, тоже упирается в какую-то финансовую поддержку. Те же мешки, те же перчатки для эко-волонтеров. Тоже оплатить надо за технику, за те же маршрутки, чтобы привезти эко-волонтеров, накормить этих волонтеров. Это все как бы упирается в финансы. То есть вы открыты для сотрудничества и для финансирования в том числе? Мы открыты для финансирования. И очень хорошо то, что наши отечественные компании поддерживают нас. И мы будем рады, если вы подпишетесь на нашу страницу в социальных сетях и напишите нам, мы будем открыты. Даже мы готовы провести какие-то экологические квесты для компаний, как в виде тимбилдинга. Ну, я так понимаю, что можно вообще городское соревнование между различными крупными организациями устроить. Кто больше соберет? Почему бы и нет? Ну, да, действительно, почему бы и нет. Сейчас снова хотелось бы вернуться к образовательной части. Чему конкретно обучают на ваших тренингах? Вот какие знания получают? Многие наши телезрители – это люди, которые работают с утра до вечера. Если есть свободное время, они находят новую сферу деятельности. По объективным причинам все-таки глобализация. Многие страны из периода индустриализации вышли, а наша страна еще нет. И, понятное дело, с учетом изменений, скажем так, объективных каких-то свойств общества приходится работать больше, 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 чтобы поддерживать необходимый уровень жизни. Но я уверен, что все наши телезрители сейчас найдут минутку, две, три, для того, чтобы услышать то, каким образом можно изменить мир вокруг себя. Вот с чего начать? Ну, надо начать, наверное, с самого себя. Одним из таких тренингов у нас было несколько мероприятий по ZeroFast. Это ноль отходов. Это такое движение, где люди уже самоосознанно понимают то, что нужно меньше потреблять. Потому что мы не совершаем попугки в торговых центрах. То, что нам нужно или не нужно, нужно уже подходить к этому разумно. Также брать какую-то еду тоже в каких-то ограниченных количествах. Потому что зачастую, если посмотреть на мусорки, то мы увидим много пропадающих товаров. Есть очень хорошая организация у нас в Кыргызстане. Это фудшеринг, который собирает остатки еды с кафе, с людей и раздают нуждающимся эту еду. И уже как бы идет какое-то взаимозамещение. Также считаю, что нужно использовать какие-то эко-стаканы, эко-кружки. И брать, например, кофе на вынос не в стаканчиках, а в руку. А в каких-то своих стаканчиках, которым много пользуются. Те же сумки, эко-сумки, за место пакетов. Много можно сделать, чтобы начать с себя. Я так понимаю, что экологический аскетизм все-таки имеет место быть. И если быть немного умереннее, то, возможно, это будет именно тем вкладом, который необходим нашей планете для того, чтобы продолжать существовать и радовать всю Вселенную своим прекрасным воздухом. Вам большое спасибо. Я хотел бы напомнить, что в гостях у нас был эко-волонтер Руслан Гайдаров. Приходите. Еще вам удачи. Я надеюсь, что ваше количество квестов после сегодняшнего эфира не будет ограничиваться двумя. Чем больше, тем лучше. Ну и удачи вам в вашей нелегкой деятельности. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, никуда не приключайтесь. Это телеканал НТС. Всем приятного провождения.